Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. На дворе июль месяц и пора активного цветения гортензии. Либо кто-то уже находится в активной фазе, либо кто-то ботанизирует. Но все равно июль месяц это гортензии принадлежит. Мы с вами стоим около гортензии крупнолистной. И она находится в такой стадии непонятной. Что-то цветет, а что-то результаты того, что она подмерзла, мы потом ближе посмотрим. То есть с ней все просто не бывает. Всегда нужен глаз да глаз. Гортензия древовидная еще один очень распространенный вид. Это мощное растение. Оно уже цветет полным ходом. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но белые шапки никого не оставляют равнодушным. К тому же есть много сортов, которые не столь буйного роста, а более компактные. Но все равно достаточно высокорослые. Ну и, конечно же, царица эта метельчатая гортензия, которая своими красивыми, необычными кистями поражает воображение любого, даже не любителя гортензии. Что делать с гортензией в июле месяце? В июле месяце нам легко сориентироваться, какие у нее проблемы. Может быть, ей чего-то не хватает. Кто-то задается вопросом, а чего-то она у меня не цветет. Помните о том, что гортензии должно быть не меньше трех часов полного солнца, несмотря на то, что она вполне себе теневыносливая. Расположите ее на своем участке так, чтобы утром до полудня она освещалась, ну а потом она находилась в полутени, но не под какой-то плотной кроной деревьев. Чего она еще может не цвести? Это касается особенно гортензии крупнолистной, потому что вы увлеклись обрезкой. Может быть, вы ее хотели сдержать, может, что-то куда-то, по вашему взгляду, не так торчало, может, просто не могли ее нормально укрыть, и поэтому решили, а срежу-ка я пару длинных веточек. Помните о том, что цветение наступает на побегах прошлого года. Это надо всегда помнить. Почему еще она может не цвести? От того, что, вот как в этом случае, подмерзли весной либо зимой. В этом году у нас было очень много снега, и длительное время было, и было такое, что его навалило, он был мокрый, потом он заледенел, потом это все примялось, а там же было укрытие. И вот не торопитесь весной рано снимать укрытие, потому что тут, возможно, даже и в конце мая, и в начальных числах и июня, возможны ночные заморозки, и это снова уничтожает почки. Поэтому укрытие мы снимаем постепенно, смотрим, следим за погодными условиями. Затем мы можем присмотреться и увидеть, но не на этой тутутфу, мы можем увидеть, что есть какие-то дырочки, отверстия. Это могут быть различные вредители. Осматриваем нижнюю сторону листа, и тогда принимаем меры против вредителей. Какие-то инсектициды, возможно, даже и слизни будут что-то подгрызать. Значит, кто-то говорит о том, что мои гортензии всегда, какую бы я ни посадила, вот в этом месте конкретном, они всегда очень быстро отцветают, цветки их рыжеют. Помните о том, что не следует высаживать на абсолютно палящем солнце, потому что будет быстро высыхать почва, и, естественно, не будет хватать воды самому растению. Для этого мы ищем хорошее место, это раз, и второе, не забываем про поливы, но не переливы ни в коем случае, чтобы дренажик был там все это. Ну и поверхность почвы вокруг куста необходимо мульчировать. Это будет предохранять, во-первых, от жарких палящих лучей, особенно для южных регионов, и от быстрого пересыхания. Ну, это вот такие основные моменты ошибки, на которые надо обратить внимание в июле месяце. Ну и, конечно же, подкормка. Можно в этот период, то есть когда гортензия находится в стадии цветения, бутонизации, можно воспользоваться уже готовым удобрением, которое так и будет называться фертика для гортензии и азалий, что-то такое. Там сбалансированное количество основных элементов и дополнительные элементы, которые очень положительно влияют на гортензию. Не хотите покупать готовую смесь, хотите сами смешивать, ну тогда готовьтесь. Берем 30 грамм тернокислого калия, 20 грамм аммиачной селитры, в качестве источника фосфора возьмем суперфосфат, грамм так тоже 30. Не помешает, не поленитесь, есть уже готовые хелатные формы цинка, очень будут полезны для гортензии. И размешиваем на 10 литров воды, вот это вот замешиваем. Ну и вот, допустим, под такой куст, куда надо влить все эти 10 литров. Если кустики помоложе, то мы, значит, делим бедро на три части, то есть 3-4 литра на одно растение. Если вообще растение огромное, то, значит, мы тогда увеличиваем дозу, соответственно, возраст растения. Ну и помните о том, что гортензия очень реагирует на кислотность почвы. И иногда в наших садах мы можем заметить, что розовый слегка меняется в синий цвет, синий исчезает и уходит в розовый цвет. Это все такая там химия, мы не будем на этом сильно останавливаться. Но для того, чтобы усилить синий цвет, подбодрить немножко, тоже есть специальные удобрения, которые там как-то радуга, что-то называются для гортензий, которые делают цвет ярче. Это все благодаря такому элементу алюминию. И если алюминия в почве много и он доступен, то, значит, синевы будет много. Чтобы нам вот это поддержать, если мы хотим уйти в синий цвет, то надо добавлять препараты серы и либо подкислять торфом. А теперь я лучше остановлюсь подробнее на таком очень приятном и бесплатном моменте, как черенкование. Черенкуем. Здесь никакого волшебства. Все очень просто. Все виды гортензий очень легко черенкуются. Главное, немножко набраться терпения и сделать это вовремя и правильно. Я вам покажу, как это делаю я. Значит, какое время во время цветения или после цветения можно и заняться черенкованием гортензии. Во-первых, мы видим, что мы черенкуем. Мы видим состояние здоровые, нездоровые, чахлые, не чахлые, поражен кем-то или нет. Естественно, берем только здоровые черенки, чтобы они не были поражены ни вредителями, ни какими-либо болезнями. То есть без явных признаков. И классический черенок, он тут бедняжка у меня подвял немножко. Этого допускать ни в коем случае нельзя вам. Вот они должны быть таким вот бодрячком. Значит, мы их срезаем и быстренько помещаем. Либо, если это где-то на участке там или где-то еще вы их заготавливаете. И быстренько во влажную газету или во влажную марлечку, там, каким-то образом мы увлажняем. Черенок должен содержать как минимум три междогуслия. Раз, два, три. Это я не буду считать. Здесь я срезала с одревесневшей частью. Одревесневшую часть брать нельзя, потому что укоренение будет происходить очень сложно. Либо вообще не будет происходить. Как обычно. Косой срез под. Эти листья хоп-хоп убираем. Эти срезаем наполовину. Зачем? Чтобы снизить потребление воды. Вот я его сломала. Берем другой. Так. Берем тогда другой. И, хотя я вам озвучиваю то, что черенок не должен. В принципе, ничего страшного. Но лучше, когда он не заканчивается цветочной шапкой. Мы будем делать здесь все правильно. Снова косой срез. Нижние листья убираем. Само соцветие убираем. Это, кстати, сорт древовидной гортензии. То есть не такая она уж и банальная. Хотя я не сказала бы, что она банальная. Посмотрите, какое чудо, какая шапка. И вот как отличается от этой гортензии сортовая гортензия древовидная. Эти листья второго междоузлия мы укоротим наполовину. Снизится потребление воды. А все силы будут уходить в формирование корней. Если черенок немножко иного состояния, когда междоузлия могут быть более сближены, тогда мы сделаем два обрезанных междоузлия и два заглубим в грунт или почвогрунт, в котором мы будем укоренять. Это увеличит у нас шансы на укоренение. То есть корешочки будут образовываться и здесь, и здесь. А если что-то не пойдет, то либо здесь, либо здесь. Можно воспользоваться какими-нибудь стимуляторами корнеобразования. Вот, например, корень супер или корневин стимулятор корнеобразования. Можно и не пользоваться такими препаратами, потому что и так все происходит хорошо. Если мы рассмотрим черенок более сильного роста, с более крупными листьями, то, конечно, мы здесь тоже удаляем, удаляем, удаляем. И, пожалуй, вот эти листья мы удалим совершенно, потому что уж чересчур небольшие. Это и есть гортензия крупнолистная. Мы их тоже уберем. Ну и, естественно, вот эту часть мы заглублять не будем, потому что может произойти загнивание здесь. А вот эти уже листики оставшиеся мы обрезаем, сокращаем наполовину. Ну и тут у нас получается вот такая вот розеточка листьев. Дальше, пока я откладываю в сторону, допустим, у нас черенков много, мы стоим и так вот шахмах, сильно делать быстро шахмах не будем, потому что будет, как у меня, надо делать все аккуратно, взвешенно, таким образом. И мы сразу же их незамедлительно опускаем в воду. Можете окунать в укоренитель. Какой взять? Субстрат. Субстрат, ну, любой. Конечно же, не земля с огорода. Можно взять такую смесь, которой мы пользовались при посеве семян. То есть это подготовленная смесь, которая продается в магазине на основе торфа с добавлением перлита или еще чего-нибудь такого, который влагу удерживает. Можно воспользоваться чистым перлитом. Конечно, перед этим его надо промочить настолько, но у меня тут уже стекла вода, чтобы когда мы нажимаем, вода капала. Либо торф смеси с перлитом, либо мох смеси с перлитом. Я придумала другой способ, и мне он нравится не только для укоренения гортезий, а вообще, потому что, с одной стороны, да, перлит хороший материал, который очень-очень продвигается на рынке. И да, он работает, но он работает у профессионалов там, где контролируемые условия влажности. Мы не можем, еще раз повторяю, следить за этой влажностью. И у меня такое часто происходило, что перлит пересыхает, а когда он пересыхает, он поглощает влагу из окружающей среды, и, естественно, из самих черенков. Этот момент словить трудно. Поэтому я делаю так. Здесь вот на дне у меня такой керамзит. То есть дырочки, отверстия в емкости я не делаю. Помещаю керамзит для того, чтобы здесь был дренаж. Затем насыпаю слой перлита, а наверх уже насыпаю, вот видите, у меня такой сэндвич, керамзит, перлит и, собственно, смесь, которая была для посева семян, либо для выращивания рассады. Когда я проливаю, я проливаю хорошо, я вижу, как оно стекает. О-о-о, видите, да, стекает. Стекает по стенкам и хорошо увлажняет. Когда здесь достаточно уже, я вижу, воды, я этого не боюсь. Потому что в дальнейшем она у нас будет либо испаряться с верхней части, либо на дренажном слое она будет задерживаться, и черенки не будут загнивать. Такая емкость может быть любая. То есть смысл того при укоренении, чтобы нам сделать такой мини-парничок, чтобы было со всех сторон как бы укрытие, чтобы влага присутствовала вокруг листовых пластинок. И это может быть большая емкость, это может быть готовый парничок, который продается в магазине. Ну, здесь я буду погружать одно междоузлие, уплотню его и затем закрываю. Вот у меня такая индивидуальная мини-тепличка. Потом, ну, так как оно здесь неплотно пристает, не хочу шуршать, ломать, можно совсем отрезать и насадить. Потом мы можем так сделать, потом мы можем еще открутить, можем сделать здесь отверстие, а затем в дальнейшем мы просто откроем, чтобы дышало и чтобы не скапливался на листьях конденсат. И такая вот индивидуальная тепличка позволит очень хорошо себя чувствовать нашему череночку. То есть выбираем субстрат и работаем. Не допускаем пересыхания, но и не допускаем закисания воды, особенно когда вы это делаете в больших каких-то емкостях. Затем каждую неделю мы раз в неделю проверяем, как себя ощущает. В прозрачном, в таком парнике, хорошо видно, мокрый субстрат или не мокрый, скопилось там влага или нет. Всего лишь через месяц-полтора мы увидим, или так слегка подергивая, мы поймем, что там уже сформировались корешки. Но не следует торопиться в этот момент доставать и куда-то пересаживать. Дайте еще большему количеству корешочков дополнительных образоваться, и где-нибудь через два месяца вы пересадите либо индивидуальные горшочки, либо посадите их в саду в каком-нибудь укромном затишном месте. Сделайте укрытие от прямых солнечных лучей. И вот в таком уже виде они уйдут под зиму. Можете оставить в помещении, если сомневаетесь. Конечно, лучше сделать какое-то легкое укрытие для того, чтобы они не подмерзли. И поверьте, даже вкопанный горшочек под кустом смородины весной порадует вас уже первыми цветочками. Но их цветение допускать не следует, потому что они будут ослаблять корневую систему. Значит, весной, ага, глянули, да, жив-здоров, хочет цвести. Срезали соцветия, и дальше ухаживаете за ним, как обычно. Ну, еще один способ, который можно провести у себя в саду для того, чтобы поделиться с кем-то, то это пригибается ветка к земле, пришпиливается любым вам удобным способом, можно даже камнем привались, засыпается землей. И через месяца полтора-два она также дает корешки. Отрезаем секатором или топориком, что у вас есть. И вот эту укорененную ветку уже сажаем или дарим кому-нибудь новый кустик гортензии. Поэтому, как мне кажется, все очень просто. Главное – соблюдать такие необходимые условия. Удачи вам! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!